МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Доброе утро! Доброе утро! Здравствуйте! Сегодня воскресенье, 16 декабря. Мы вам неоднократно напоминали, что в выходящем году русская лото побывала во многих городах Российской Федерации с выездными тиражами. Мы были в Самаре, в Орске, в Чебоксарах. Несколько дней назад вернулись с очередного выездного тиража из Красноярска. Одним словом, кроме наших еженедельных воскресных передач, у нас еще есть интенсивная жизнь на колесах. Почему я так говорю? Потому что ровно 70 лет назад именно таким представлением с названием «Жизнь на колесах» в Москве открылся уникальный, единственный в мире профессиональный театр цыган – Московский театр «Ромэн». АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ 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 Молодец. Я его поздравляю. Есть еще один юбилей. 50 лет. Николай Алексеевич работает в нашем театре. Счастья вам, здоровья и удачи. Поздравляю, Николай Алексеевич Аслитченко. Поздравляю. Ну и для тех, кто знает и любит театр Ромен, я напоминаю, что празденство пройдет 22 декабря в театре. Итак, поздравления уникальному, единственному театру в мире, профессиональному театру цыган. Театр Ромен. 22 декабря. Ждем вас. Ну а теперь я с удовольствием представляю членов нашей тиражной комиссии. И это народный артист Российской Федерации Моисей Аглу. Его дочь Надежда и его дочь Мария, актрисы театра Ромен. Я прошу вас теперь приступить к обязанностям членов литерарной комиссии. Переставьте, сначала, конечно, пересчитав ровно 90 бочонков. Можно по-цыгански? Можно? По-цыгански? Посчитай. Ну останется ровно 90. Тогда делайте, что хотите. Пожалуйста. Ангар в ангар. Ну вот пока идет этот сложный ритуал, я хочу передать слово нашей компьютерной группе. Говорит Диана Фадеева. В 375-м тираже принимают участие 859 тысяч 665 купленных вами билетов. Общий призовой фонд игры составил 8 миллионов 596 тысяч 650 рублей. Так, ну было все в порядке. Все так, я надеюсь, и осталось. Все нормально, мы ничего не взяли. В театр мы ничего не взяли. Слава Богу. Ну что ж, я тогда сейчас подставлю наш игровой мешок. И мы начинаем в расщаде заветного штурвала. Удачи всем, кто играет в сегодняшнем 375-м тираже. Вперед! Ой-ой-ой-ой. Поднимайте, поднимайте, оставшиеся. Так, вот. Вот. Ну, я вам должен сказать, у вашего батюшки недюжинные силы. Надо сказать, что это так. Так, теперь я прошу нашу тиражную комиссию перекочевать в сторону нашего стола. Вот это бирочки. Вы член тиражной комиссии, прошу вас. Итак, аплодисменты нашей тиражной комиссии. А я перемешиваю бочонки в мешке и напоминаю вам, дорогие мои, что перед вами билет 375-го тиража. Этот билет дает возможность претендовать на любой денежный приз. И, конечно, на невероятный астрономический наш приз. Джекпот. Призовой фонд Джекпота составил 20 миллионов 300 тысяч рублей. 20 миллионов 300 тысяч рублей. Этот приз можно выиграть прямо сегодня, если все первые 15 номеров окажутся в числе 30 номеров вашего билета. Ну, а, конечно, в самом конце можно взять да и выиграть кубышку. Призовой фонд Кубышки 2 миллиона 127 тысяч 561 рубль. Более двух миллионов в Кубышке. К ней в самом конце игры. Ну, а, как всегда, начнем мы игру в первом туре. И для этого я хочу пригласить к нам сюда наших почетных гостей, без которых нам игру не начать. Но, прежде всего, я напоминаю, что мы объявляли конкурс для тех, кто поздравит русской лотосе с семилетием частушкой. И очень много призов мы уже отправляли, вытаскивая их из заветного лотка. Ну, а сегодня мы подводим окончательные итоги конкурса. Главный приз – видео-двойка. Кто победит, мы узнаем от тех, кому мы поручили решить судьбу этого приза и определить лучшую частушку. Это мастера этого жанра. Замечательные куплетисты. Заслуженные артисты России. Михаил Вашуков и Николай Бондурин. Котовский. Ну, вот это только малая толика. Да, чуть-чуть. Да, вы поработали изрядно. Ну, во всяком случае, мы постарались разобрать. Частушек огромное количество. И, должен сказать, что победили все. А видео-двойка – это значит отдельно. Видео отдельно, а двойка – это мысли. Итак, частушки наших телезрителей в исполнении мастеров эстрады. Спасибо. С семилетрием поздравляем наше русское лото. И от всей души желаем юбилейной цифры сто. Люблю русское лото с дяденькой Усатеньким. И надеюсь, он меня сделает богатеньким. Мой сосед ходил всегда в полосатой майке. А купил билет лото, ходит по Ямайке. Понапрасну я женился, слишком долго выбирал. Лучше б я свою невесту из мешка на ощупь брал. Я лото беру билет, плюю на мужа Лысого. Потому что я семь лет влюблена в Борисова. В день рождения сосед подарил куме билет. Сосед остался при нулях, а кума на Жигулях. Ох, люблю я Михаила за его мешочек. Много денег просадил из-за вас, дружочек. Говорят, я не азартный, только мне не верится. Я когда в лото играю, во мне все шавелится. Я играю и играю, не везет мне, ну и что? Все равно играть я буду в наше русское лото. Спасибо, спасибо большое. Спасибо, Коль, спасибо, замечательно. Побежали играть. Побежали. Секунду, нам нужно определить победителя. На ваш взгляд, на взгляд мастеров, какая частушка лучше? Ну, на наш взгляд, самая остроумная частушка, о том, что нужно все-таки брать жену на ощупь из мешка. Это практический совет. Ну что же, дайте нам, дайте нам вот это, да? Это город Чебоксары, республика Чувашия, Иванова-Анна, улица Гузовского. Да, понапрасну я женился, да, да, вот. Лучше бы я на ощупь брал. Итак, именно эта частушка, по мнению нашего жюри, победительница вам, Анна Иванова. Видео-двойка. Бойка, вы победитель нашего конкурса. А всем оставим большое спасибо. Пишите. Да. Спасибо большое, спасибо большое. Итак, дорогие мои, мы объявляем нашим телезрителям, что новый конкурс – это поздравление частушкой нашей передачи всех играющих с Новым годом. Итак, ваши письма попадут в заветный лоток. Ну, а мы начинаем игру в призовой фонд первого тура. 52 тысячи 562 рубля. Итак, мы начинаем игру в первом туре. Будьте внимательны, зачеркивайте в своих игровых билетах следующие номера. Номер 70. Номер 70. Номер 46. Номер 46. Номер 36. Номер 36. Номер 43. Номер 43. Игра продолжается. Игра продолжается. Номер 83. Номер 83. Внимание. Среди играющих билетов 40 билетов имеют по 4 совпадения из пяти в одной горизонтальной строке. Первый тур выигрывают билеты, в которых все пять чисел любой горизонтальной строки раньше других совпадут с номерами бочонков, вытащенных из мешка. Итак, не забывайте, что борьба идет не только в первом туре, но и за наш главный приз. Астрономическая сумма. Джекпот. 20 миллионов 300 тысяч рублей. Ну а... Сейчас номер, который может оказаться решающим для борьбы в первом туре. Номер 19. Номер 19. Стоп игра. Стоп игра. Стоп игра. В первом туре выиграл один билет. Его выигрыш 52 тысячи 562 рубля. Я поздравляю. Я поздравляю. Я поздравляю победителя игры в первом туре. Вся призовая сумма на один билет. А игра в первом туре закончилась номером 19. Вам и определить, кто будет играть за столом во втором туре. Номер 72. Номер 72. Вот ваше место за столом. Номер 72. Прошу. Номер 40. Ровно. Номер 40. Номер 40 здесь. Напротив. Прошу. Номер 55. Номер 55. Номер 55. Внимание. Внимание. После девятого хода среди играющих билетов 15 билетов претендует на денежный приз «Джекпот». Вы понимаете эту сумму? Вы понимаете эту сумму? Попробуем осмыслить ее вместе. 20 миллионов 300 тысяч рублей. Вы представляете себе, что это? Большая сумма. Огромная сумма. Итак, борьба идет за «Джекпот» номер 39. Номер 39. После десятого хода осталось пять претендентов. Итак, игрок под номером 39 занимает ваше место. А прежде чем вы вернетесь на свое игровое место в студию, вы получите этот хохламской набор с логотипом телевизионной игры лотереи «Русская». Лото, вам аплодирует студия. Благодарю вас. Вот туда ваш путь на свое игровое место. А мы все в сборе. Нам необходимо срочно узнать, каков призовой фонд второго тура. 90 тысяч 107 рублей. Больше и больше. Итак, мы продолжаем игру во втором туре. И параллельно идет борьба за огромную сумму «Джекпот» 20 миллионов 300 тысяч рублей. Я прошу по одному бочонку из мешка. Номер 12. Дюжина. Номер 12. После одиннадцатого хода три билета претендуют на «Джекпот». Три билета могут разделить эти 20 миллионов 300 тысяч. Немало достанется каждому. Номер 71. Номер 71. Игра продолжается. Игра продолжается. Номер 75. Номер 75. Номер 75. Это счастливое число нашей сегодняшней передачи. Сегодня 375-й тираж. Вам сумка с логотипом телевизионной игры лотерея русского. А то ваши товарищи радуются, естественно. Вы собираетесь куда-нибудь в поездку на следующий год. Ну что же, я думаю, что вам будет приятно вспомнить, что вы выиграли эту сумку в студии. Счастливое число. Номер 75. Номер 24. Номер 24. Игра продолжается. Игра продолжается. Не забывайте про «Джекпот». Первые 15 чисел. Если все они окажутся в вашем билете, вы выиграете «Джекпот». Номер 41. Номер 41. После 15-го хода в 375-м тираже «Джекпот» не разыгран. Не разыгран «Джекпот». Да, правильно аплодируют. Правильно аплодируют наши игроки в студии. Значит, есть возможность. Есть возможность играть в следующем тираже и выиграть этот приз. А мы продолжаем борьбу во втором туре. Прошу вас. Номер 86. Номер 86. Ход ваш. Номер 7. Номер 7. Прошу вас. Номер 28. Номер 28. Ваш ход. Номер 53. Номер 53. Ход ваш. Номер 89. Номер 89. Номер 11. Счастливый парень. АПЛОДИСМЕНТЫ Номер 11. Ему всегда так везет. Скажите, он удачливый? Удачливый, да? Номер 11. Счастливое число. Нашей передачи. Это золотые барабанные палочки, которые 375 недель в руках у нашего замечательного ударника Александра Белоусова. Саша, мы аплодируем тебе. АПЛОДИСМЕНТЫ К вашей сумке, да еще и кофеварку. Вот так, вперед и дальше. Играем во втором туре. Номер 23. Номер 23. Более 90 тысяч рублей разыгрываем во втором туре. Номер 38. Номер 38. Вот ваш. Номер 9. Номер 9. Номер 68. Точка внизу. Номер 68. Прошу вас. Номер 29. Номер 29. Вот ваш. Номер 29. Номер 76. Номер 76. Прошу. Номер 10. Номер 10. Пожалуйста. Как вас зовут? Владислав. Номер 69. Туда-сюда. Номер 69. Не правда ли? Позови ты, Владислав. Номер 3. Номер 3. Итак, второй тур в разгаре номер 33. Номер 33. Внимание. Внимание. Среди играющих билетов один билет имеет 14 совпадений с 15 в одной карточке. Второй тур выигрывают билеты, в которых все 15 чисел одной из карточек раньше других совпадут с номерами бочонков, вытащенных из мешка. Итак, появились билеты, в которых есть карточка, 14 номеров из 15, в которой, зачеркнутый, каждый ход может быть последним, кто из вас вытащит числее бочонок, номером которого закончится игра в втором туре, тот получит приз. Номер 31. Номер 31. Игра продолжается. Игра продолжается. По-моему, сегодня Владислав получит все призы. Номер 18. Номер 18. Лидирует 3 билета. Нет, он благородно уступил даме. Прошу. Номер 81. Номер 81. В группе лидеров 5 билетов. 5 билетов. Прошу вас. Номер 59. Номер 59. Игра продолжается. Игра продолжается. Ход ваш. Номер 34. Номер 34. Стоп игра. Стоп игра. Вот победительница. Во втором туре выиграла один билет. 90 тысяч 107 рублей. Давайте поздравим человека, который взял бы и выиграл всю призовую сумму второго тура на один свой билет. А удачу ему принесли вы. Как вас зовут? Наталья. Наташа. Вот вам приз, который положен игроку, который осчастливил не только одного из наших игроков, но и себя. Мы аплодируем Наташу. Наташа молодцом. Вы можете забрать приз и вернуться на свое игровое место. А я здесь с нетерпением жду игрока под номером 34. Это ваше законное место. Именно этим номером завершилась игра во втором туре. Вы сейчас вытащите по одному четыре бочонка из мешка. Игроки под этими номерами занимают места за нашим игровым столом. Номер 87. Номер 87. Не забывайте зачеркивать и эти номера в своих билетах. Дорогие телезрители и радиослушатели. Номер 20 ровно. Номер 20. Номер 20 ровно. Это ваше законное место. Прошу вас. Номер 13. Чертова дюжина. Номер 13. Номер 13. И последний, четвертый игрок, он займемет ваше место. Но вам по этому поводу расстраиваться не стоит. Номер 25. Номер 25. Потому что вам предстоит перед тем, как вы вернетесь на свое место, получить хламской набор с логотипом телевизионной игры лотереи «Русское лото». Мы аплодируем обладателю памятного приза от нашей передачи. Вот теперь вы возвращаетесь на свое место. А ваше законное место занимает игрок под номером 25. Мы сейчас продолжим игру в третьем туре. Призовой фонд третьего тура. 142 669 рублей. Это еще больше. Итак, мы продолжаем игру в третьем туре. По одному бочонку из мешка. Номер 61. Номер 61. Вот ваш. Номер 74. Номер 74. Теперь мы играем в спам. Номер 49. Номер 49. Номер 5. Номер 5. Как вас зовут? Павел. Павел. Павел, прошу, Паш. Номер 52. Номер 52. А вас как зовут? Татьяна. Номер 79. Номер 79. Давайте познакомимся. Наташа. Наташа. Номер 90. Дедушка. Номер 90. А вас как зовут? Наташа. Номер 16. Кругом 16. Номер 16. Так. Павел. Номер 2. Номер 2. Татьяна. Номер 4. Номер 4. Наташа. Первая Наташа. Номер 67. Номер 67. И вторая, Наташа. Только по порядку. Номер 30. Ровно. Номер 30. Павел. Номер 37. Номер 37. Более 142 тысяч. В третьем туре мы разыгрываем сейчас с вами. Дело ответственное. Номер 6. Точка внизу. Номер 6. Наташа. Номер 8. Номер 8. Наташа. Номер 44. Стульчики. Номер 44. Номер 54. Номер 54. Внимание. Внимание. Среди играющих билетов один билет имеет 29 совпадений из тридцати. Третий и последующие туры выигрывают билеты, в которых все 30 чисел раньше других совпадут с номерами бочонков, вытащенных из мешка. Итак, появились билеты, в которых 29 номеров из тридцати уже зачеркнуты. Каждый ход может стать последним. Очень важно, кто из вас, четверых играющих за столом, достанет этот счастливый бочонок, номером которого закончится игра в третьем туре. Итак, номер 66. Валенки. Номер 66. В группе лидеров два билета. Два билета. Наташа. Номер 77. Номер 77. Игра продолжается. Игра продолжается. И вновь, Наташа. Номер 84. Номер 84. Лидирует восемь билетов. Восемь билетов. Ответственный момент. Номер 26. Номер 26. В группе лидеров 15 билетов. 15 билетов. И каждый из них претендует на приз третьего тура. Номер 35. Номер 35. Стоп игра. Стоп игра. В третьем туре выиграл один билет. Его выигрыш 142 669 рублей. Давайте поздравим. Один билет. И это вся сумма на этот один билет. Итак, всем игравшим за столом сувениры от нашей передачи. А вам, вам, товарищи, вот есть возможность, отказавшись от этого приза, от этого фотоаппарата, который законно ваш. Если вы осмелитесь отказаться, то мы можем сыграть с вами на более крупный приз. Ой, я не везучая. Вы не везучая? Нет? Кричат, играй. Играй, кричат. Нет, я не везучая. Почему вы не везучая? Не знаю. Вы пробовали уже играть? Нет, я была у вас, но мне не попадало. Не попадался, нет? Ну, а может, попробуем? Рискнем? Ну, вот, все кричат. Давайте. Ну, поддержите. Кто за то, что... Ну, все хотят, чтобы выиграли. Значит, мы отложим этот приз. И вот эти заветные 10 бочонков, естественно, эти номера в своих билетах зачеркивать не надо. Если вы сейчас вытащите один из них, мы узнаем, на какой приз мы будем с вами играть. Ноль – это магнитола, один – это видеоплеер, два – видеомагнитофон, далее – пылесос, музыкальный центр, вакуумный пылесос, телевизор, микроволновая печь, видеодвойка и компьютер. Вот это, что прямо вот, прямо машет рукой, говорит, нет, не везучая. Что не везучая? А не попаду я в эти, вон? Вот в эти вот, нет? В те уже не попаду. В эти-то я попаду. Ну, хорошо, ладно, ну, посмотрим. Один-то я воню. Ну, сейчас посмотрим. Ну, посмотрим, ну, что мы будем волноваться заранее. Не надо расстраиваться сейчас от будущих неприятностей. Итак, седьмой номер – это микроволновая печь. Она может стать вашей. Итак, микроволновая печь. В каком из этих бочонков заветный, заветный, заветный транспарант? Приз, вот здесь, да? Да, давайте и все. Давайте и все, да? Не будем раздумывать. Вы здесь, вы здесь с кем? Вот болеет за... Дочь. Дочка, дочка что говорит? Вот этот? Мама права, да? Не знаю. Ну, что, посмотрим. Ну, вы хотите, чтобы я сам или все вместе? Ну, открывайте все вместе. Открывайте все вместе. Ну, давайте пожелаем удачи человеку, который не верит просто в себя. Нет. Ну, я что сказала? Действительно, действительно пусто. Вот здесь пусто. А здесь, а здесь вот тот самый приз, который мы хотели. Я сказала, я не везу. Почему? Вот вы заранее говорите, вот, может, поэтому... Нет, это потому что я знаю. А? Я знаю. Вы знали заранее? Мне ни к чем не везет. Так, ладно, я хочу вам, во-первых, подарить вот что. Я вам хочу подарить часы. Вот здесь написано, русское лото, время выигрывать. Пусть они напоминают вам, что должно прийти в новом году, время выигрывать. Спасибо. А это билеты нашего новогоднего тиража. Ой. Они четырех видов. И вы возьмите их в руки, вот так держите, а я прочитаю сейчас. Хорошо. Да что читать? Каждый телезритель знает наизусть, что наш новогодний 377-й тираж, уникальный призовой фонд, более 100 миллионов рублей, более 100 автомобилей, более 10 московских квартир. И это мы так говорим, а мы знаем уже, что будет более, более и более, более и более этой суммы. Но это не предел. Вы заметили, что мы всегда обещаем меньше, а разыгрываем больше. И если русское лото обещает, то это всегда будет выполнено. Итак, уникальный призовой фонд, которого не было ни в одной российской и советской лотерее, у вас в руках возможность выиграть хотя бы часть от этого призового фонда, более 100 миллионов рублей, более 100 автомобилей, более 10 московских квартир. 377-й праздничный тираж, новогодний. Вот. Ну и чтобы... Павел Борисович, а можно тогда в дикую-то прийти? Куда? Я думаю, 15-ти, 12-ти. Да, да, ну обязательно. Вы знаете что? Я сейчас вот сделаю то, что, наверное, вызовет отклик в сердцах всех тех, кто смотрит на Таню, которая не верит в свою удачу. Я хочу вернуть тот приз, которым она рискнула. Ой, спасибо вам большое. Можно я вас... Спасибо. Хорошо, спасибо большое. Итак, мы сделали хорошее дело, потому что каждому из вас мне бы хотелось вернуть веру в удачу, веру в то, что она непременно будет с вами. Надо верить, и это первый признак того, что можно выиграть. Ну и, конечно, билет. Без билета хоть верь, не верь, все равно не выиграешь. Итак, хотя бы один билет нашего новогоднего уникального 377-го тиража. Итак, мы продолжаем, продолжаем игру в нашем сегодняшнем 375-м тираже. Со мной играют замечательные артисты, солист группы «Белый орел». Итак, группа «Белый орел» и солист группы Леонид Лютвинский. Леонид, здрасте. Я поздравляю вас с дебютом в нашей передаче. Вы у нас первый раз. Итак, мы продолжаем игру по одному бочонку из мешка. Номер 63. Номер 63. Выиграла 4 билета по 35 667 рублей. Слушайтесь, немало, немало. Номер 21. Номер 21. Выиграла 1 билет 187 724 рубля. Слушайте, 1 билет 187 тысяч. Немало, прямо скажем. Давайте поздравим человека. Номер 73. Номер 73. Выиграла 3 билета по 70 083 рубля. Номер 50. Ровно. Номер 50. Выиграла 4 билета по 52 562 рубля. Конечно, сейчас аплодисменты в студии не такие мощные, как в начале, потому что все играют, у всех заняты руки. А вот повезло и «Белому орлу». Лёня. Номер 45. Счастливое число. Я вывел сюда. Номер 45. Я сейчас, секунду, я вам должен объяснить. Выиграла 12 билетов по 18 772 рубля. Во-первых, вы принесли удачу нашим игрокам. Во-вторых, вы вытащили счастливый бочонок. Номер 45. Адрес дирекции русского автора. Ленинский проспект, дом 45. В течение 7 лет и далее, каждый раз, когда кто-то вытаскивает этот счастливый бочонок из мешка, получает приз. Мы аплодируем Леониду Литвинскому. Вот так. Спасибо. А вот теперь игра продолжается. Прошу вас. Номер 58. Номер 58. Выиграла 10 билетов по 22 527 рублей. Вперед. Номер 32. Номер 32. Выиграла 13 билетов по 17 328 рублей. Прошу. Номер 64. Номер 64. Номер 64. Выиграла 32 билета по 7 039 рублей. Номер 27. Номер 27. Выиграла 55 билетов по 5 051 рублю. Игра идет вширь. Номер 51. Номер 51. Номер 51. Выиграла 85 билетов по 3 092 рубля. Номер 56. Номер 56. Выиграла 133 билетов по 1693 рубля. Итак, вперед и дальше. Номер 14. Номер 14. Выиграла 280 билетов по 804 рубля. Играем. Номер 47. Номер 47. Выиграла 445 билетов по 506 рублей. А вы везучий человек по жизни? Да. Я вчера на русском радио 18 тысяч рублей. Вот так вот, да? Хорошо, приятно. Ну, естественно. Номер 57. Номер 57. Выиграла 579 билетов по 389 рублей. Играем. Номер 78. Номер 78. Выиграла 928 билетов по 243 рубля. Сейчас я перемешаю. Это у нас очень важный ритуал. Перемешиваем, перемешиваем, перемешиваем. Пожалуйста. Можно левой рукой. Номер 1. Номер 1. Выиграла 1532 билета по 245 рублей. Так. Вперед и дальше. Номер 65. Номер 65. Выиграла 2890 билетов по 181 рублю. Следующий ход. Номер 80. Бабушка. Номер 80. Выиграла 4983 билета по 151 рублю. Ну вот, смотрите. Что значит начинает везти? Вот Таня. Пожалуйста, покажите оператору. И это вот та самая Таня, которая со слезами на глазах несколько минут назад говорила, я никогда не выигрываю. Вот что значит. Вот что значит. Легка беда начала. Я вам говорю, у меня рука легкая. Теперь будете выигрывать все время. Есть еще выигравшие в студии? Я прошу наших операторов показать. Вот выигравшие в студии есть. Давайте поаплодируем выигравшим в студии. Ну и сейчас. Сейчас у нас небольшая информационная пауза. Мне хотелось бы нашим телезрителям и радиослушателям напомнить следующее. Если, конечно, вас интересуют результаты тиражей, если по каким причинам вы не смогли проверить свой билет, то результаты тиражей печатаются в газетах «Московская правда», «Комсомольская правда», «Из первых рук», «В замечательном еженедельнике сударушка», а и в «Телеглаз», в газете «Вечерняя Москва» и, конечно же, в региональной прессе. И не могу с вами еще раз не поделиться той радостью, которая уже как бы в предощущении нашем, потому что 30 декабря в 377-м новогоднем праздничном тираже будут перекрыты все рекорды российской и советских лотерей. Более 100 миллионов рублей, более 10 квартир, более 100 автомобилей, и это не предел, будет больше! Конечно, есть определенные проблемы с билетами. Торопиться купить билет, времени до Нового года осталось очень мало. И я думаю, что билет телевизионной игры лотерея русского, а то это оптимальный подарок, потому что всего за 20 рублей вы делаете своих друзей, знакомых, близких счастливыми, и насколько счастливыми они могут узнать сами в нашем новогоднем тираже. Итак, до встречи в новогоднем тираже с билетом в руках «Русское лото» – уникальный призовой фонд! Итак, мы продолжаем. Продолжаем, Леонид. Номер 60, ровно. Номер 60. Выиграло 7 тысяч 15 билетов по 139 рублей. Разыгрывается последний ход. Итак, последний ход. Сейчас от вас многое зависит. Дело в том, что у многих в билете остался один незачеркнутый номер. Вот любой из оставшихся, и вы делаете одних счастливыми, других расстраиваете ненадолго, буквально до следующего тиража. Номер 17. Номер 17. Выиграло 11 тысяч 258 билетов по 113 рублей. Игра закончена. Итак, я прошу вас приготовить с вашими товарищами к исполнению. Подарок, естественно, ваш. Естественно. А мы подводим итоги нашего сегодняшнего тиража. Очень хорошо, у нас здесь рядом тиражная комиссия, уважаемые артисты театра «Ромэн». И я, вот высыпая все, что осталось в нашем мешке, я прошу передать мешок для проверки в нашу тиражную комиссию. Называя номера, которые остались в мешке после окончания игры, их зачеркивать не надо. Нужно по ним проверить. Номер 15. Номер 22. Номер 42. Номер 48. Номер 62. Номер 82. Номер 85. И 88. Именно по этим номерам нужно проверить, не выиграли ли вы суперприз кубышку. Дело в том, что если все эти восемь номеров останутся в одной из карточек вашего билета, таких карточек в вашем билете две, то вы выиграли кубышку. Мы слушаем нашу компьютерную группу. Кубышка не разыграна. Не разыграна, говорит Диана Фадеева. Это значит, есть надежда на то, что эту самую кубышку можно выиграть в следующем нашем тираже. Она увеличится, увеличится еще на 3% призового фонда. Разрастется наш суперприз-джекпот до астрономических размеров. В нем и так сегодня 20 миллионов 300 тысяч рублей. И все это можно выиграть по билету нашего следующего 376-го тиража. Я уже не говорю о нашем новогоднем тираже. Конечно, нужно запастись билетом. Кто его знает? Под Новый год. Говорят, под Новый год что не пожелается. Все всегда произойдет. Все всегда сбывается. Глядишь, и в ваш дом придет удача. Для этого один билет нашего новогоднего тиража. И вы претендуете на астрономические суммы нашего призового фонда. Мы называем только предварительные цифры. Уже сейчас понятно, что они будут перекрыты и еще раз перекрыты. Итак, я говорю, более 100 миллионов рублей, более 100 автомобилей, более 10 московских квартир в нашем 377-м праздничном новогоднем тираже. Ну вот, а теперь как-то тихо, хорошо, по-домашнему мы завершим нашу передачу. Дело в том, что мне хотелось еще раз поздравить замечательный театр «Ромэн» с 70-летием. Мы аплодируем замечательным артистам, темпераментным, музыкальным людям. Я хочу поблагодарить всех наших телезрителей. Напоминаю, не забудьте, если вы хотите, чтобы ваше письмо попало в заветный лоточек и претендовало на наши призы, напишите по адресу Ленинский проспект, дом 45. Поздравление, частушку, с Новым годом. Поздравьте наших дорогих товарищей, которые играют вместе с вами. Хотите, поздравьте нашу передачу. А мы это дело, ваше творчество, естественно, оценим. Итак, до новых встреч. Ровно в 8.50 на телеканале России. Каждое воскресенье русское лото для вас. А сейчас в нашу студию влетает белый орел. Ну что же, мы хотим вам подарить одну песенку. Это будет наш подарок на вагоне. Непроглядная ночка осенняя Выплывает со мной из забвения То ли жизнь начинается заново То ли плачут невесты Иванова Все забуду, что помнил я с молоду И бреду я по первому холоду По дороге туман завивается Видишь, мама, твой сын возвращается А когда я вернусь домой По задворкам на склоне дня Мне откроется рай земной Но узнает ли мать меня Ах ты, Русь моя, красное солнышко Как же так, дорогая сторонушка Я кричу, а друзей будто не было Никогда не дождаться им дембеля Полыхают осенние сполохи По листве прокатились шорохи А дорога бежит, не кончается Видишь, мама, твой сын возвращается А когда я вернусь домой По задворкам на склоне дня Мне откроется рай земной Но узнает ли мать меня А когда я вернусь домой По задворкам на склоне дня Мне откроется рай земной Но узнает ли мать меня Пьян, не пьян от заморского зелья То ли с хмеля, а то ли с похмелья То ли жизнь начинается заново То ли плачут невесты Иванова Ах ты, жизнь моя, годы окольные Ах березы мои белоствольные А в догонку все псы заливаются Видишь, мама, твой сын возвращается А когда я вернусь домой По задворкам на склоне дня Мне откроется рай земной Но узнает ли мать меня А когда я вернусь домой По задворкам на склоне дня Мне откроется рай земной Но узнает ли мать меня По задворкам на склоне дня По задворкам на склоне дня